Музыка В Киеве штурмовали еще одно государственное учреждение. Милиция возбудила уголовное дело по факту захвата Министерства юстиции, который произошел минувшей ночью. Около 50 вооруженных радикалов, скрывая лица под масками и шлемами, ворвались в здание и выгнали охрану. Боевики заявили, что помещение нужно им для обогрева и ночлега. И сразу же приступили к строительству баррикад. Переговоры с захватчиками велись до самого утра. Их итоги подвел Илья Ушенин. В считанные часы все улицы, прилегающие к Министерству юстиции, перекрыли баррикадами. Автомобильное движение сейчас здесь полностью перекрыто. Можно пройти только пешеходам, правда и им приходится нелегко. Чтобы избежать штурма, мятежники полили брусчатку водой. Сейчас на улице архитектора Городецкого, где располагается здание Минюста, десятки радикалов. Они практически парализовали работу станции метро, которая находится рядом с ведомством. Работники подземки пытались освободить подходы, но отвоевать территорию не удалось. А вот владельцы дорогого бутика из-за опасного соседства с лагерем мятежников собираются закрыть магазин и укрыть деревянными досками витрины. А что вы решили заколачивать? А все заколачивают, и мне заколачивают. Радикалы вынесли в здание Минюста стекла, разбили табличку с названием ведомства, а в помещениях разместили свой штаб. В министерство никого не пускают. Служебный въезд тоже заблокирован. А если люди прямо на роботу? Никого не пускать. Не пустят? Нет. Министерство захолачено. Никакие выемки, все опечатаны. Все кабинеты опечатаны. На всех этажах слышно, как передвигают мебель. Судя по всему, захватчики блокируют окна и двери. При этом вооруженные палками и железной арматурой мятежники не могут объяснить, зачем они заняли это здание. Здание охраняется. А зачем его захватывали? Чтобы охранять? Это вопросы не к нам. Есть люди, которые компетентны в этом вопросе. Еще ночью глава Минюста Украины Елена Лукаш потребовала от мятежников немедленно освободить здание. В противном случае пообещала обратиться к высшему руководству страны с просьбой ввести режим чрезвычайного положения. Киевская милиция по факту захвата возбудила уголовное дело, но радикалы отказываются его покидать. По словам сотрудников спецслужб, в рядах мятежников все очевиднее наблюдается раскол. Неуправляемая толпа, по всей видимости, готова на любые преступления. Участились нападения на милиционеров. В Василькове, это в 25 километрах от Киева, донецкий спецназ также подвергся нападению. Мятежники заблокировали милиционеров на одной из баз МВД. Стражи порядка смогли прорвать оцепление боевиков. Вот кадры сняты одним из очевидцев. В полном составе бойцы спецназа отправились в украинскую столицу, где их помощи давно ждут солдаты внутренних войск и Беркутов. В ближайшее время они заступят на боевые посты, в том числе на гидро- и атомных электростанциях. Илья Ушинин, Вячеслав Пономаренко, Олег Цветков, телекомпания НТВ, Киев, Украина.